всем салюты солнечной доминиканы сегодня видео по заявкам дело в том что пару дней назад в инстаграме и фейсбуке я публиковала фото своей ванны мисс хокин у меня на канале уже было видео как ее приобрела как ее пересадила но не было еще видео о том как она чувствует себя где и как она растет девчонки у меня попросили снять это видео и я наконец созрела надеюсь она будет полезным приятного просмотра и вот так выглядит моя девочка на сегодняшний день изначально она мне была посажена кто смотрел видео в горшок с камнями если не смотрели то я ставлю видео ссылочку на видео в описании но мне как-то эта посадка не очень подошла потому что сама по себе это орхидея очень высокая или я ее лично пару раз переворачивала кто-то ее цеплял либо над ветром падала в общем было ей там некомфортно потому что она постоянно ронялась если можно так сказать и я решила ее пересадить все-таки приближенным и естественным условием то есть ближе к земле потому что ванна мисс хокин считается орхидея террестия то есть земляной но опять-таки земля на это можно сказать в переносном смысле потому что там где она растет там не чернозем в тех краях обычно глина песок камни вот поэтому здесь у меня такой старый ствол от фруктового дерева гуаява я просто ее втыкнула поближе к ней и обложила кусками корней папоротника за это время она довольно таки хорошо подросла здесь нас прямые солнечные лучи вот даже видно небольшой ожог но минимальный так сказать потому что как и все ванны не очень любят солнце также она нарастила прекрасные корешочки видите уже пытается обнять саму корягу сейчас у нас лето как вы знаете это в доминикане сезон дождей поэтому я к ней вообще практически не прикасаюсь она сама поливается сама загорает но если пару-тройку дней нет дождя и и просто обрызгиваю водопроводной водой из шланга ну если дождик не дает возможность я ее стараюсь удобрять и два-три раза в неделю ну а вот это стропила это орхидея скорпион или арачница она кстати тоже земляная поэтому у меня здесь такой небольшой уголок из перестрия лапсидей но они я сниму видео как-нибудь в такой раз но сама мисс хокин на данный момент хлопот у меня практически нет такой посадка я очень довольна она растет можно сказать сама по себе но опять-таки это посадка не всем доступно для тех же кто выращивает ее в квартирах все-таки рекомендую сажать ее в горшки просто должна быть крупная кора какие-нибудь камни либо керамзит и по мере просыхания поливать этот субстрат но верхняя часть орхидеи которые не в субстрате по возможности всегда должна быть влажно обрыскивать как минимум два раза в день чтобы вот нарастить именно корневую массу воздушную верхней части еще одна важная составляющая это конечно же освещение постарайтесь и обеспечить круглогодичные хорошее освещение потому что ванды очень любят цвет особенно это хрупкая девушка мисс хокин насчет удобрения уже говорила я летом удобряю два-три раза в неделю опять-таки по верхней части как говорится у нас по листу потому что в основном вся ее корневая масса наверху нижнюю часть и я так думаю она приспособлена для того чтобы просто орхидея могла как-то закрепиться надеюсь я всего хватило обо всем рассказала но если все-таки я что-то упустила пишите в комментариях постараюсь ответить на ваши вопросы на этом все до новых встреч пока пока счастливо